Дай, 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 я тебе говорю. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Культовая сцена из «12 стульев» теперь увековечена в бронзе. Спустя 50 лет к юбилею фильма Остап и мальчишка-беспризорник вернулись на улицу Стоялую. Именно она появляется в начале картины Гайдая, изображая вымышленный Старгород. Булыжную мостовую под памятником сделали специально, для полного погружения в атмосферу фильма. Теперь она и киношная парочка встречают путешественников с реки. Благодаря вам мы узнали, кто там завернут в целлофан. Мы приехали сюда посмотреть на эти фирменные вывески, на отреставрированные фасады. Я думаю, что добавление еще одного памятника, это скажется положительно на имиджи города и на туристические способности. Бронзовых киногероев выставили на место их новой прописки накануне вечером. Мальчишку вытащили из машины на руках, а вот Остапа понесло манипулятором. Памятник приехал в Рыбинск из Санкт-Петербурга. В северной столице группа архитекторов и скульпторов творила три месяца. Создатели заверяют, персонажи переданы точь-в-точь. Вплоть до количества пуговиц на одежде великого комбинатора и веснушек на лице мальчишки. Одно «но» – в руках Остапа все же появились ключи от той самой квартиры. Миллионы людей приезжают к памятнику Иисуса Христу в Бриво-де-Жанейро. Или там приезжают специально в Копенгаген посмотреть русалку. В Питере приезжают специально посмотреть на чижик-пыжика, а ночью приходят его украсть. Поэтому это нормально, это будет культовое место. Украсть или хотя бы подвинуть этот памятник – невыполнимая задача. Основание под ногами статуи уходит в землю почти на метр. Однако наплыва вандалов создатели уже не ожидают. Говорят, раз Остап и мальчишка пережили первую ночь без происшествий, то и дальше их не будет. Украшение города. У вас очень красиво, нам понравилось. Вернетесь ли снова? Обязательно. Приедем. Мы недалеко остановились. Приедем. Попытаться выхватить бронзовые ключи из руки Бендера или укусить бронзовое яблоко мальчишки можно уже в пятницу после открытия памятника. Алена Стецук, Денис Ромашов. День в событиях.